Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем мини-версию, я вяжу, потому что не успеваю все, что я бы хотела. Поэтому вот в таком вот формате, но постараюсь максимально все объяснить. Вот у меня образец, все буду рассказывать, показывать. Я думаю, даже новичок справится, потому что вещь на самом деле очень простая. Так, начнем с пряжи. Вот у меня образец, основная вязка, это лицевая гладь. И для шарфа у нас резинка 2х2, и еще есть платочная вязка, но ее я плотности как бы не вычисляла, там по сути она не нужна. Значит, плотность вязания, пряжа, вот расчет идет на пряжу 100 метров в 100 граммах. Очень толстая, вот такая вот, видите, плотненькая, толстенькая пряжа. Спицы 7 миллиметров. Вот, перепроверьте по вашему, как бы, как вы вяжете, вам нужно попытаться попасть именно в эту мою плотность. Значит, плотность лицевой в глади, плотность лицевой глади, вот чулочной глади, в 10 сантиметрах 11 петель и в высоту 14 рядов. Плотность резинки, вот 2х2, она, понятное дело, в стянутом таком состоянии, в 10 сантиметрах 14 петель и в высоту те же 14 рядов. Вот, это что касается плотности вязания и пряжи. Пряжи очень большое количество именно таких, такого, как бы, такой плотности, либо смотать несколько сложений ализе и вязать достаточно свободно, чтобы он, видим, да, в модели, в оригинале оно достаточно вязание рыхлое, такое воздушное, свободное, рыхлое. Итак, первая деталь, это у нас шарф, вот он наш шарф, который вяжется резинкой 2х2, вот я связала образец, вот такой вот у меня шарф, да, вот он у вас будет. Размеры этого шарфа, я, для вот этой вот плотности, девчонки, 40 петель достаточно, вот, примерная ширина 25-30 сантиметров этого шарфа, вот он такой вот, больше не надо, потому что он в 2 оборота, и поэтому ширины больше нам не нужно. То есть, вы набираете 40 петель и вяжете, кто новичок, вяжете резинкой 2х2, 2 лицевые, 2 изнаночные, 120 сантиметров, 120-140 сантиметров. Опять же, зависит от того, насколько плотный вы хотите этот снут, то есть, если ближе к горлу 120, если такой свободный, висящий, то 140 сантиметров. Это, я думаю, понятно. Вот такая вот колбаса у вас получится. Подробнее мы остановимся сейчас на самом капюшоне. Для капюшона мы набираем 35 петель. Так, я набрала 25, потому что у меня образец, вы же набираете 35 петель. Вот. Чтобы не потерять, можете отделить вот эти вот кромочные. Вяжем 5 петель, это будет наш ободок пламка, да? 2, 3, 4, 5. Можете повесить здесь маркер, вот чтобы вы знали, где у вас чулочная гладь, где у вас платочная гладь. Вот. Я сюда повешу маркер, вот таким вот образом. А далее провяжу изнаночной вязкой. Следующей наряду лицевой гладью. Все. Вот это. То есть, лицевой ряд у нас будет четный, второй. Это у нас получается сейчас изнаночный ряд. Вот он, лицевой ряд, который мы вяжем весь лицевыми петлями. Только в изнаночном ряду вот эти вот петли, которые отделены 5 на планку, мы вяжем лицевыми, а остальные петли изнаночными. Для капюшона. Можно сделать эту планку больше, не 5 петель, а больше. Он тоже зависит от вкусов и предпочтений. Так, последнюю кромочную здесь, со стороны лицевой глади, вяжем лицевой, чтобы у нас получились зубчики. Вот. И таким вот образом мы вяжем высота всего капюшона. Так, здесь у нас 5 петель мы отделили. Вяжем 25 сантиметров в высоту. Вот, ровно. Это должно быть приблизительно 35 рядов. 35 рядов. Если вы попали в плотность, то это 35 рядов в высоту. Представьте, что у нас здесь 25 сантиметров. И так мы переходим к сокращениям. Вот здесь вот. Сокращаем мы 7 раз по 1 петле в каждом лицевом ряду. То есть, в начале ряда я просто провязываем 2 петли вместе. И так, и так 7 раз. То есть, сейчас я довяжу до конца ряда, потом изнаночный ряд, и в начале следующего лицевого ряда я делаю еще одно сокращение. То есть, вот таких вот сокращений у нас будет 7 штучек. И когда мы сократили 7 раз, у нас получился вот такой вот угол, мы добавляем те же 7 петель. Теперь мы начинаем в каждом лицевом ряду добавлять эти петли. Либо вот так, как делаю я, либо послекромочную и воздушную петлю вот здесь вот. То есть, без разницы. Вашим способом, который вам удобен. Добавим в каждом лицевом ряду по одной петле, чтобы восстановить все петли. Вот когда вы 7 раз добавили эти петли, вот у вас восстановилось полотно. И вяжем ровно эти же, снова 25 сантиметров до конца капюшона. То есть, здесь вот 25 сантиметров. Итак, вот когда вы провязали 25 сантиметров, у вас уже должно быть 70 длина полностью. Детали, все петли мы закрываем, и останется только сборка. Девчонки, на самом деле все очень просто. Это элементарный капюшон, самый упрощенный вариант. Поэтому, я считаю, все справятся, вот правда все. Так, вот такие вот у нас две основные детали. Вот он наш капюшон. Ну, понятное дело, что видно плохо. Вот так вот у нас сгиб вверху. Здесь скос, я правда сделала маленький, у вас он получится больше. Вот. И шар. Сборку мы начинаем с капюшона. Мы сошьем сзади все. Вот складываем лицевой стороной вовнутрь. И сшиваем капюшон. Я буду сшивать обычным, просто чтобы вы сам, как бы, процесс видели. Можно сшить крючком, тоже не вопрос. Делайте так, как вам удобнее. Можно вообще вязать. В процессе вязания это все сшить. То есть, даже вот этого шва у вас не будет. Выложу видео, выставлю в описании. Капюшон тоже я вязала. Капюшон сшить крючком. Капюшон сшить крючком. И там, именно без шва он. Вот. Сшила я капюшон. У вас он будет, у меня он квадратный, у вас будет прямоугольный. Он будет длиннее. Ну, не суть. Значит, теперь я вот прямо оставляю нить, потому что нам нужно будет совместить вот эти вот швы. Я вот так вот той же нитью и все и пришиваю, чтобы потом не пришлось совмещать. Так, и теперь, да, вот видим, у нас сшит капюшон и сшит шарф. Теперь шарф я вот так вот отгибаю на эту сторону, выворачиваю и пришиваю к шарфу. Вот. Можно его немножечко присобрать, чтобы он был у горловины, как бы чуть присборенный. То есть, вот так вот сделать. Сейчас я вам покажу. То есть, не натягивать его по шарфу, а вот так вот. Чуть вот так припосадить. Будет лучше сидеть. Вот такой объемный, глубокий капюшон. Не растягивайте. Вот если там ширина, капюшона 30 сантиметров, то вы его где-то в 20, 22 сантиметра, вот эти 30 сантиметров, как бы поместите. 22, 23 где-то так. Сейчас я вам чуть по-другому покажу, чтобы вы поняли. По схеме у вас вот эта вот деталь должна быть 30 сантиметров, да. А вы вот от шарфа отмеряете 22. Да, вот у вас 22 или 23 сантиметра. То есть, 7 сантиметров у вас получится вот так. Так вот, и в эти 7 сантиметров равномерно вот так вот припосадите. Видите, я здесь вот как бы эту часть натянула, а эту придерживаю. Так, ну и всё, девчонки. Вот. Я, конечно, не буду ни узлов, ничего делать такого, потому что мне придется распустить эту. Вот, всё. Вот так вот он получается. Да, вот такая вот конструкция. Видите, за счёт того, что вы припосадите, у вас капюшон приобретёт вот такой вот красивый объём. Ну и всё, в принципе, вот. Такая вот по размерам. Соблюдайте размеры, всё у вас получится. Вот такая вот, ну, в моём случае, мини-версия. А вы вяжете большую. Всё очень просто, девчонки. Всё. А я с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока.